Всем здравствуйте! Это новости Турции. Если вы открыли подобное видео впервые, я немножко объясню. Я живу в Турции, перевожу на русский язык новости, все, что у нас здесь в стране происходит. Новости из открытых источников в стране, то есть уже ранее в Турции опубликованные, я просто их перевожу на другой язык. Я не профессиональный журналист, это мой личный блог. В инфобоксе под видео я оставляю ссылку на телеграм-канал «Самые свежие новости из Турции». Обязательно подписывайтесь, так что давайте приступим. Как заявили официальные источники в Турции, госорганы это уже продублировали во всех СМИ, протиражировали о том, что состоится все-таки встреча Путина и Ордаана. Вчера буквально Песков, пресс-секретарь, он подтвердил о том, что да, идут переговоры, встреча состоится очень скоро. Но в других СМИ, именно в турецких, то есть с российской стороны, какой-то дата не заявлена. Но из турецких СМИ дата оговаривается фактически 4 сентября, около этой даты разговоры идут. То есть первые числа сентября. Также до этой встречи, возможно, до поездки президента в Россию посетит министр иностранных дел новый. Новый, потому что у нас всех министров недавно переназначили. Это будет его первый визит, первая поездка в Россию. Тоже даты никакой точно нет, но это прямо в ближайшие дни планируется. Также Хакан Фидан, это министр иностранных дел Турции, буквально два дня назад посетил Украину, встретился с президентом Зеленским. Также в Украине был День независимости, День флага до этого. И Турция официально в своих соцсетях, правительство Турции, я имею в виду, официально поздравляла Украину с Днем независимости. На встрече президентов России и Турции анонс, конечно же, позерновой сделки, продления. То есть как изначально, если мы берем анализ, то российская сторона говорила о том, что мы участвовать уже не будем. Из последних заявлений буквально трех дней в недавности о том, что мы будем участвовать, если учтутся наши замечания, наши интересы, которые правила там или что там, договоренности, которые были нарушены. Ну, турки большие переговорщики, очень хитрые и очень умеют правильно торговаться, договариваться. Соответственно, я даже не сомневаюсь, что это получится сделать. Это такой определенный талант национальный у этого народа есть такой. В общем, посмотрим, какие будут переговоры. Из внутренней ситуации, что у нас здесь, самое важное в том, что у нас упал курс доллара. Неужели? Но это случилось не просто так, потому что ЦБ Турции поднял процентную ставку и не на очень мало, на 25 целых пунктов. И по факту у нас несколько дней назад утром доллар стоил почти 27 турецких лир за доллар. Потом он упал 25,5. И сейчас немножко опять поднялся 26,5. То есть 25,5 в одном моменте такое было. Потом он тут же, конечно же, обратно начал подниматься. На данный момент курс доллара сейчас в стране 26,5,7 примерно турецких лир за 1 доллар дают. Конечно же, в бытовой, в практической жизни мы никак эту разницу не заметили. Никакого отката цен не было. Естественно, это происходит через 2 недели, когда курс валют меняется. Все дорожает, например. Но еще ничего не дешевело. И мало времени прошло. Исновляет ли что-то подешевеет, естественно. Это мера по поднятию процентной ставки для того, чтобы удержать вообще планируемый рост доллара. То есть придержать его не для понижения, как удешевения, а для того, чтобы придержать проценты и позиции инфляции. Хочу напомнить, что МИД Турции вызывал несколько раз посла Дании здесь в Турции на ковер. Просил объяснений по поводу акций сожжения Корана. Этих провокаций, они уже длятся фактически последние 2 месяца прям активно. Началось это еще 3 месяца назад. И после этого Дания выступила с заявлением, что они планируют на законодательном уровне запретить сожжение каких-либо религиозных писаний. То есть это будет Коран, Библия. У нас выходит скоро сериал про Ататюрка. Ну, назовем так историческо-документальной отчасти. Но при этом это сериал все-таки с нотками вымышленными. Художественными. Небольшой скандал здесь в стране происходит, потому что вышел вообще его трейлер из сериала этого. Но Disney Plus приложение, они отказались транслировать этот сериал. Давайте ему, скажем так, прокат в эфировую выпускать. Он будет выпущен на другой платформе. Я думаю, что у сериала получится неплохой этот прокат. Рейтинги будут хорошими. Ну, потому что Ататюрка любят все. И неважно, какого ты на данный момент вероисповедания или какая у тебя политическая и идеологическая позиция. Потому что, напомню, что ведущая партия, которая сейчас при власти, и демократы, оппозиции, кемалисты, они все, в принципе, в своих высказываниях, в своей программе используют вот эту базу Ататюрка, базу республики, независимого государства и так далее. То есть база этой идеологической, так можно выразиться, пользуются все партии. То есть условно в этом задействованы Любовь к Ататюрку практически у всех. Конечно же, крупнейшая криптобиржа Бианс заблокировала россиянам доступ к покупку, пополнению карт в турецких лирах. О чем это говорит? Потому что можно было оплачивать таким образом, пополнять геймерские карты. Например, кто любит играть в PlayStation, Xbox, пополнять карточки, оплачивать игры там и все, сопутствующие всякие товары. И пролонгировать свои, свое подписание, да, свои листы подписания на какие-то приложения и тому подобное. Сейчас это все заблокировано. Это был такой обходной путь, который прикрыли. Игроки или люди просто создавали виртуальные онлайн-карты в турецких лирах. В турецких лирах все это оплачивать можно было. На данный момент все это Бианс заблокировало. Гендиректор турецких ательеров Денис Угур, он выпустил такую статью, вообще официальное заявление. У него было турецкие сообщества турецких ательеров. Они вообще подумают о том, чтобы исключить из системы All Inclusive все включено. Алкоголь, алкогольные производные напитки, коктейли и все, что с этим связано с любым употреблением алкоголя. Во-первых, это поможет понизить стоимость туров на очень много типа, а там 20% для тех, кто покупал тур All Inclusive. С другой стороны, это поможет, ну скажем так, минимизировать на самом деле проблемы, когда выпивают очень много туристы, потом дебоширят, например, кто плохо себя ведут и так далее. Но будет возможность, если ты хочешь приобретать алкоголь, пожалуйста, за отдельную плату в баре и так далее. Вот честно, я как турист могу сказать, я была бы не против этого, мне, например, удобнее заплатить меньше, дешевле за тур и потом, например, в баре покупать хороший, качественный алкоголь, который бы я себе захотела. Да, это другая стоимость, ну там траты какие-то сверху, но если у меня есть выбор, да, если я не хочу пить алкоголь, то у меня и тур дешевле, соответственно. Не забываем о том, что вот эту систему All Inclusive очень часто в большинстве отелей, они супер каких-то люксовых и крутых, там алкоголь дешевый, паленый бывает, некачественный, самые прям, ну, низкие производные по алкоголю, да. Соответственно, ты, по сути, платишь, и это, ну, люди, которые такого качества алкоголь не употребляют, этим не пользуются, по сути, все равно-то плачивают, отдельно бары есть, да, с дорогим иностранным, например, алкоголем. Потому что алкоголь иностранный в Турции очень-очень дорогой, естественно, далеко только единицы самых крутых отелей позволяют себе в All Inclusive включать этот дорогой алкоголь. Там и стоимость туров огромная. В октябре этого года, 23-го, в Стамбуле откроется первый центр депортации для нелегальных иммигрантов в стране. Об этом заявил глава МИД Турции. О чем это говорит? Потому что раньше у нас даже никакого центра по депортации не было. И по факту сейчас, в данный момент, пока такого центра ни одного в Турции нет, они будут потом открываться, кстати, по другим крупным городам страны. Как происходит процесс вот этой депортации? Задерживают мигрантов, они содержатся в полицейском участке какой-то период времени, абсолютно недолгий, несколько дней, порядка до одной-двух недель. И когда выясняется, что они там нелегальны, документов нет и так далее, и так далее, по сути их собирают, грузят в автобус под конвоем полицейским, их вывозят на границу с другими государствами, откуда они. Он просто, в основном, мигранты это какие-то, на юге страны все это происходит, граница там сирийская, Ирана, Ирака и так далее, в той стороне все. В Измире у нас есть тюрьма для мигрантов, и эта тюрьма, содержание, она есть мужская и женская, две разных, как бы два разных крыла. Это такое, ну по сути официальная тюрьма, можно так сказать, но не как с заключенными там обращаются, такое огромное общежитие для временного содержания людей, которые нарушили визовые нормы и не оплатили там штрафы и так далее, то есть просрочили там 4 года, например, ты жил без ВНЖ, там у тебя есть, или что-то ты нарушил, у тебя какие-то подозрения в терроризме или еще в чем-то, на тебя какое-то дело открывается уголовное. Вот именно как бы тюрьма, она такая есть в Измире, а вот именно промежуточного варианта, если на тебя не открыто уголовное дело, но тебя поймали с просроченными документами или условно у тебя их вообще нет, ты нелегально в стране находишься, вот этих центров содержания их вообще ни одного в стране нет. Продолжаются подземные толчки и землетрясения, буквально два дня назад в Малате было землетрясение в 5 баллов, это немало, и если вы отслеживаете в телеграм-канале новостей, на который ссылка в инфобоксе, очень мало публикуется уже информации про землетрясения, но они, я хочу сказать, есть всегда. И мы просто взяли за основу, что землетрясения, которые, ну, ниже 4,5-5 баллов, публиковать нет смысла, потому что их очень много, они очень частые, разрушительные какой-то, слава богу, силы не несут, и, соответственно, оповещать об этом каждый раз или, там, вводить, знаете, в шок, пугать людей не хочется, поэтому мы публикуем новости, когда это 5 баллов выше или какие-то там серия, например, толчков, повторяющихся в 4,5 и больше баллов, то есть, ну, когда это какой-то прям в обществе реакцию, да, панику, вот об этом мы рассказываем, но хочу, чтобы вы знали, землетрясений вот этих мелких, толчковых очень много. Вообще, официально, кстати, у нас правительство два дня назад мэрия Стамбула заявила о том, что разработали планы по эвакуации, если в Стамбуле будет землетрясение. Я хочу напомнить, что у нас в открытых зонах в каждом районе или в каждом, при каждом жилищном комплексе или микрорайоне есть открытые площадки, называется место встречи, то есть, если землетрясение, это открытое пространство, защищенное от домов, если они будут падать, куда и каждый человек знает, что туда можно, ну, как бы прибежать, туда все знают, в принципе, детей так учат техники безопасности, что мы выбегаем на вот эту открытую площадку, это, как правило, парк какой-то, то есть, условно, как бы это для успокоения, я бы сказала честно, доверие это супер, не внушает, не успокаивает. Посмотрим, что будет, будет, конечно. И напоследок новость такая, у нас был очень большой пожар в Чанакале, практически он был два дня, и его пытались взять под контроль больше суток. Слава богу, его взяли под контроль, потушили, потом со спутника были кадры выгоревшей местности. Что хочу отметить, в Чанакале было, эвакуировали, горели деревни, убегали животные, их пытались спасать, то есть, вот этот домашний исход, эвакуировали девять поселений, девять деревень. Многие люди остались без своих домов, и плюс сейчас осень уже скоро, это время сейчас, знаете, консервации, закаток, сбора урожая, вот эта вся история, все, люди лишились всего, и урожая, и животных, и своих домов. То есть, ну, по сути, это то же самое разрушительно, как и землетрясение. Только на этой выгоревшей эпохе вообще ничего не осталось. Это просто, конечно же, страшно. Плюс еще эвакуировали людей, и в городе Чанакале официальных жителей 200 тысяч человек. А сейчас еще летний сезон идет, там море рядом, портовый город. И там, как правило, вообще в принципе, да, паромы отправляются, можно в Грецию плыть, можно там Казмиру и так далее, в Анталию тоже отправиться. В общем, это такое очень активное туристическое место, и там по факту летом в два-три раза людей гораздо больше. Всегда заняты, сейчас запиты все отели, домики, всякая аренда прочая. И плюс еще очень много людей проезжают. В общем, перекрыли дороги, не подпускали к городу, людей эвакуировали, и огонь реально подошел прям вблизи к домам в самом городе. Для тушения были подключены не только МЧС, но и военные, и полицейские, жандармерия провинциальная, самолеты, вертолеты, пожарные, естественно, машины, и даже самолет-амфибия, который с воздуха набирал в море воду и тушил. В общем, и даже был кораблик, который плыл по проливу, и с пролива пытался тушить. Вообще, до чего достает он до берега? Потому что там сгорело вообще просто все, просто испепеляющее, это кошмар. Животных, конечно, спасали, очень много видео появилось, где бедные кошки с собакой спрятались там под бетоном одного здания, выжили, их нашли черепаха различных и так далее. Ну, вообще, в принципе, очень много черепах, и сейчас в плане экологи очень работают над тем, чтобы увеличивать их численность. Ну, как бы, ну что теперь сделаешь? Все это, слава богу, хотя бы это взяли под контроль, и весь город Чанакали не выгорел, слава богу, но территория вокруг спалилась прям, ну, капитально. Это прям два дня страна за этим наблюдала. Это очень было тревожно, очень было страшно. Если бы не взяли под контроль огромный город, там, условно, 500 тысяч человек, полмиллиона находились в опасности. Вот такие на данный момент новости Турции. Если у вас есть вопросы, задавайте, пишите в комментариях. Обязательно подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграмм новостей, свежие новости из Турции, ссылка в описании будет. Жду ваших комментариев. Спасибо, что смотрите. Обязательно ставьте лайк и отправляйте это видео в соцсетях или в WhatsApp своим знакомым и родственникам. У меня растут просмотры. YouTube видит о том, что видео полезно, и будет его больше рекомендовать новым зрителям. Спасибо за внимание. Скоро увидимся. Всем пока. Пока.